Меня до суда дойти 3 секунды дело. Просто вышел из дома и дошел. Другой вопрос. Почему здесь любят пенсионеров? А я сейчас объясню. Как-то недавно я тоже материальчик делал. Пенсионеров там кормят бесплатно. Здесь тоже самые скидки для пенсионеров. Кроме всего, есть некоторые дни, недели, где вы можете все себе купить. То есть зайдите сегодня, зайдите завтра, зайдите послезавтра. И так круглую недельку. И всегда вы получите замечательный результат. Потому что здесь работают для вас. Здесь работают. И это небольшой супермаркет. Ну даже, да, скорее всего, это супермаркет. Потому что, ну, один человек здесь сидит. И мало того, вы с этим человеком можете поговорить. И он все это дело вам объяснит. И вы себе купите то, что вы хотите. Это супермаркет. Это называется замечательный магазин. На Московской, 25. Вы хотели увидеть раскрутку небольшого, но самого лучшего супермаркета. А вы ее и увидите. Причем с супермаркета, торгующего качественным и недорогим товаром. Пожалуйста. Что мы сегодня говорим? Ну, во-первых, мне очень нравятся мелкие магазины. Вы, конечно, хотите все это дело покупать в крупных супермаркетах. Но возникает дивный вопрос. Вот то же самое, что здесь. Здесь немножко, в одном месте. Но практически все, что там и есть. Заходим в любой крупнейший супермаркет. Видим те же самые, а может быть, кстати, и не те же самые виды колбасы. Чем супермаркеты хороши? Тем, что они все дело покупают задешево. Задешево? Ну, понятно. Задешево. И вам представляет это, ну, практически задешево. Ну, со своей наценкой. Возникает результат. Насколько это качественным? Давайте вернемся сюда. То есть здесь есть все то же самое. Вот большое количество сосисек и сарделек. Неплохих, неплохих. Другие вещи. Это называется копченые и сырокопченые колбасы. То же все, что нужно есть. Обыкновенные колбасы вареные. Вот, пожалуйста. Выбирайте, смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре. Очень много, кстати. Не везде вы найдете это дело. Да, ну, и вот к слову о сырах. То же самое. Вот они. Небольшие сыры. Вы, конечно, хотели бы что-то для себя взять. Да? Но давайте просто поделимся с вопросом. Чем хороши такие небольшие магазинчики? Тем, что, допустим, вы захотели где-то исключительно вкусную колбасу, которая вам понравилась. Ну, допустим, сардельки. Я бы хотел есть нормальные сардельки, а не всякую билиберду, которую я, извините, покупал в супермаркете. И что-то там я не нашел сардельки. То есть мы пришли туда, вот, огромные эти витрины, и мы с супругой полчаса стояли, чтобы убрать на себе более-менее подходящий вид колбасы. Этого нет. Я бы нашел те же самые сардельки. Притащил бы их сюда, сказал бы, ну, ребятки, вот я увидел эти сардельки, да, мне бы хотелось подешевле. И вам это сделают. Вот в этом самое забавное. Нас заставляют есть то, что мясом и не является. Смысл в таких вещах очевидный. Я хочу есть мясо. Без разницы. Мясо кур, свинины, говядины или овцы. Так дайте мне. А нет, так найду. И мне его на Московской 25 привезут. Рядом с моим домом. И с вашим. Я понимаю, в чем речь идет. Но есть люди, которые хотят есть чипсы. Пожалуйста. Есть люди, которые хотят есть чипсы рифленые. Кстати, обыкновенные нормальные чипсы, которые делаются в Магнитогорске. Только цена вот этой большой упаковки 150 грамм. 51 рубль. Чема? Чема интересная. Другой вопрос, да? Слово о сервисах. Слово о сервисах. В смысле, это имеется в виду. Я не про сервисы говорю. Я... Как эта штука называется? Короче, помните, в детстве такое было? У бабушки сервисов было большое количество. Сейчас уже не к тому времени мы приходим. То есть, какой смысл, представляете, горку целую ставить? И вот сервис... Не понимаю. Может, я тупой. Но не знаю. Но надо что-то покушать. Да вот, пожалуйста. Берите. В случае чего... Вот это допустим. Они вообще из пластика потом выкинули. В смысле, не выкинули, а в деревню забрали. Есть и хорошие вещи. Вот, пожалуйста. Все, что нужно. То есть, к слову о том, что вы можете домой пригласить к себе людей. И при этом не запариваться. Приходите. Все дешево. И в действительности есть. Теперь то же самое. Как вы прекрасно понимаете, здесь все в небольшом количестве и для вас. То есть, они не покопают в большом количестве, чтобы потом все это дело выбросить. Это вам не нужно. Потому что это бизнес. И он для вас в том числе. Ну, мы вам рыбу-то уже показали. Если другая рыба соленая, пожалуйста, сюда опустимся. Потому что камера аккуратно повернела. Вот так аккуратно. Вот, пожалуйста. Все, что нужно. Все, что нужно. Пожалуйста. Разносочки. Никаких проблем. Нет, к слову. Есть еще и красная икра. Ух. Теперь возвращаясь все-таки сюда. Вот. Сюда. Вот. Опять же, зачем вам ехать в большие супермаркеты? Я, честно говоря, не понимаю. Когда, допустим, если зубы хотите почистить, вперед из песни. И вот все по-разному. Пожалуйста. Все надо. Надо что-то убрать. Вот, пожалуйста. Все, что есть. Ну, и для девушек. Потому что, извините, девушки из-за таких вещей как-то не могут себя чувствовать. В должном образе. То есть, давайте определим правила. Сельское хозяйство, пусть и небольшое, не заставляет вас идти в магазин. И это хорошо. Но, заметьте, молока, сливок, круп, хлеба и воды и сладостей всяких из гаража вы не принесете. К слову, о переплате. А то, получается, все, что заработал, оставил в магазине. Нет, конечно, все не оставлю. Но то, что для дома я хочу купить. На московской 25. Причем куплю отличный товар и недорого. А потому что я живу в этом доме. Конечно, конечно. Очень удобно. Цена приемлемая. Да, да, да. А меня, как пенсионера, интересуют ценники. Да, есть везде. К слову, о пенсионерах. Пожалуйста, для вас правильные дни. Для вас скидки на каждый день. И поймите, мелкие магазины работают по правилам рынка. Продав много, по небольшой цене вы заработаете больше. Честно, не захожу вообще в супермаркеты. Ну, не хочу я туда заходить. По одной простой причине. Потому что все, что нужно, я для себя сделал дома. То есть, у меня есть замечательный сад, огород. Но, к сожалению, у меня есть еще и сын. А сын у меня очень любит сладости. Ну, кроме всего прочего, у меня скуга есть. А она тоже сладости любит просто вообще супер. Вот. Кроме всего прочего, знаете что? Мне очень нравится. Я прекрасно люблю картошку, да? Но я не менее сильно люблю и горошницу. Все, здесь есть. Пожалуйста. Особенно мой сын сейчас любит макароны. Фиды. Никаких проблем. К слову, о том, что нормальные макароны. Есть и вот совершенно недорогие. Вот такие нормальные. Лапша, лингвини. Все нормально. Где все это есть? Ну, не будем никуда ходить. То есть, вот здесь есть макароны. И крупы, и все остальное. Вот здесь есть замечательные хлебцы. Всякие разные. Причем очень хорошие. Я вот этот хлеб очень сильно люблю. Аж у меня там все вот так вот. Потому что я его люблю. Я люблю настоящий черный. Магнитогорский хлеб. Нигде не езжу. Точнее, езжу везде. И с собой всегда я его беру. Говорю, ребятки, вот попробуйте, как у нас делается хлеб. Потому что ситновский хлеб столичный. Это просто ум отъешь. Теперь возвращаясь, вот подойдем сюда. Вот. И куда еще бегать надо. Потому что все, что угодно здесь есть. И ценники небольшие-небольшие. Теперь чуть-чуть назад. Пойдем сейчас. Ваню попросим отойти. Подойдя сюда, то же самое. Вот немного, но все есть. Понимаете? И сметаночка, и молочко. Пожалуйста, любого вкуса. Все здесь есть. Сюда подойдем. Сюда подойдем. Пожалуйста. Ну что же вы хотите-то? Фасоль, огурцы, помидоры. Разные-разные. Горошек. Фрау Марта. Очень хороший, кстати. Зеленый горошек. Годайте, из чего он сделан. Очень хороший горох. Проходите, пожалуйста. Не будем вам мешать. Вот. Ну и то, что доктор прописал. Да. Не хотелось бы, но по-другому не получается. Нам нужен сахар. Сахар дешевый. Сахар дешевый здесь. 41 рубль. Очень хороший магазин. И находится он где? От моего дома. Дойти до сюда. 5 минут ровно. Кофе. Чаи. Канфеты разные. Вкуснейшие. Ценники. Ну, я вам честно скажу. Я не вижу здесь космических цен. Нет. Здесь абсолютно все нормальные. И не самые дорогие цены. Реально. По одной простой причине. Нам бы вот эти места-то поддержали. Понимаете? Они для вас работают. То есть, сейчас объясню ситуацию. Вы платите деньги женщине. Заплатили денежку, да? Она магнитогорка. Понимаете? Вот. Хозяин. Тоже магнитогорец. То есть, мы крутим деньги где? В городе. Мы не отправляем эти деньги никуда подальше. Теперь другой вопрос. Вот. Чуть-чуть потом подойду. Сейчас объясню. Вот. Пожалуйста. Заходите. Заходите. Хорошо все будет. Вот. Мы говорим. Курица. И курица здесь есть. И пельмени. Все нормальные. Также здесь есть. Теперь возникает маленький дивный проблемка. Сколько стоит вот такая бутылка водички? Ну, или вот такая бутылка водички. Вот. Без разницы. Сейчас. Сейчас. Вот. Вот. Сейчас найду ее. Да. Вот. 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 Вот такую можно сделать, да? Бутылка водички. Просто бутылка, в которой все это дело на лето стоит 9,5 рублей. А бутылка водички вот этой здесь стоит 18,50. А? Ну, вы найдите еще такую дешевую водичку-то, а? Хорошо и красиво. Того, что я хотел бы вам сказать. Ага. Ну, и... И вообще. Когда мы говорим о таких магазинах, почему они мне больше всего нравятся? Потому что здесь люди живут. Понимаете? Люди живут. И они, кстати, живут рядышком в моем подъезде. Теперь вариант другой. Может ли человек из моего подъезда меня обмануть? Нет, не будет одно этого делать. Все прекрасно знают, какая у меня болячка, да? Все прекрасно знают, что я хотел бы есть исключительно качественные продукты. Свежие. Без всяких там тараканов и косяков. Они все здесь есть. Они есть все здесь. То есть, ну, я не понимаю. Для меня был бы оптимальный вариант, если бы таких магазинов стало больше. По одной простой причине. Маленький бизнес. Бизнес ОООшек и ИПшек. Он работает для вас. Вот так вот. Теперь цена вопроса. А как без нее? 5% для пенсионеров. Мало того, ценники дешевле. Не сильно, но круто. И выгода в 20%, а то и больше, перед сетевиками очевидна. Чем вас привлекает вот этот магазин шаговой доступности? Да я сюда первый раз пришел. Захотелось, да, посмотреть? Ну, маманя сказала, говорит, зайди. Говорит, здесь вроде все нормально. Ну, а цены как? Цены вроде хорошие. Хорошие. То есть мы можем говорить, что оказывается не в супермаркетах дело, да? Лучше, когда магазин шаговой доступности. Скорее всего, наверное, так. Потому что, ну, куда идти-то? Никуда не хочется, потому что до 11 часов я могу прийти сюда. Да, наверное, скорее всего, правильно. Ну, цены, да, приемлемые, хорошие. Хотел уйти, и даже не ушел. Потому что мы опять с супругой зашли в супермаркет. Я хотел купить настоящее сгущенное молоко, которое делается рядышком со мной. Понимаете? Я это люблю. Там не нашел. Здесь, пожалуйста, карлманское молоко. Я все время там как-то денечек останавливался. Вот, замечательно, башкирт вкуснейший. Вот так вот. То есть надо понимать, куда вы можете прийти. А теперь маленький вопрос про мегадискаунт в других сетях. Мегадискаунт на практически просроченный товар. То есть день-два у вас есть. А что потом, то? Либо все это в мусорку, либо как? А, простите, вы съедите. Только вам это надо? Мне нет. Так, нам, конечно, еще очень далеко от Америки, как и от Турции, в продаже товара с ценой мизерной. Все это там заложено в производство. Мало того, все это копейки по сравнению с нами-то стоит. А вот только вы не знаете, что там никто не продает товар БУ в сетях. Там за копейки можете полностью одеться, причем взять качество. Дай бог и у нас вы можете купить товар с хорошим, а то и лучшим качеством. И не за дорого. И вот вам правило. Зачем ходить, когда есть то, что рядом? Вот взять здесь, на Московской 25. Итак, продукты на Московской 25. Чем это не пролистать? Я беру здесь и вкусные вещи, вкусные и качественные вещи. И еще и за недорого. Потому что здесь хотят делать по-другому. То есть, есть два метода работы. Вы выбираете все задешево, пытаетесь все это дело продать. На непродавший результат, в оконцовке, когда уже срок годности истечет, вы делаете мега скидку и пытаетесь вот на этом деле прожить. Другой вариант. Сделать как на Московской 25. Продукты на Московской 25. То есть, они хотят дать вам исключительный и замечательный продукт по, опять же, недорогой цене. Потому что, ну, зачем? Люди живут, люди имеют квартиру рядышком здесь, хорошую, нормальную квартиру. И хотят просто дать вам возможность так же жить, как и они. Вот это и есть правило. Правило, которое мы почему-то забыли.